друзья мои всем привет вам решила сегодня снова немножко поговорить с вами когда начинаешь вот хочется да поговорить о чем-то и когда начинаешь искать и думать на какую тему поговорить то всегда хочется настроить такое что ну хочется поговорить о чем-то веселом радостном позитивном как-то поднять себе настроение и вам но последнее время как-то особых поводов для радости не найти и решила я поговорить не об особо веселым скорее наоборот хочу поговорить о таком чувстве как зависть вы знаете смотрю я на ю тубе очень много разных видео смотрю и делаю выводы и знаете к чему я пришла я пришла к тому вернее знала это всегда но вот все больше я убеждаюсь в том что людей способных искренне порадоваться за успехи других за чужую радость очень мало единицы таких людей и как-то становится грустно что ли есть у меня немало примеров из жизни я не о себе говорю сейчас но поскольку меня я думаю смотрят и коллеги мои поэтому я бы рассказала много но связи с тем что меня коллеги тоже смотрят я рассказывать об этом не буду расскажу я лучше о примерах из видео которые смотрю я уже как-то рассказывала о канале рената смирновой которая живет в риге очень мне эта женщина нравится смотрю я ее видео очень давно уже где-то наверное года шестнадцатого канал она ведет по моему с четырнадцатого года если я ничего не путаю думаю что я не путаю мне нравится ее рассуждение у нее в логовой конечно канал но она не рассказывает вот так каждый день она снимает почти каждый день но не показывает там стирку готовку уборку мойку она иногда показывает прогулки просто по риге как она гуляет просто идет на прогулку и включает камеру показывает примерку вещей секонд-хэнда я думаю что у нее там какой-то свой интерес но это ее дело какая-то договоренность такая коммерческая с этой сетью магазинов секонд-хэнд вот это такая реклама прямо будем говорить показывает покупки с других каких-то магазинов с барахолки с фишской что еще не очень много разной посуды которые она приобретает это как не обязательно там сервизы у нее целая стена молочников у нее очень много разных таких фигурок некоторые я видела на алиэкспрессе это не обязательно фарфор разные фигурки животных допустим у нее есть такой полки ну может быть секция может быть просто полки такие сделано сказал что кто-то и делал на заказах и вот там выделено на этих полках места места для этих зверешек но нравится человеку так жить ну пусть она живет ради бога почему нет она же не приглашает никого к себе в гости говорит вот поживите здесь на моей территории порадую порадуйтесь интерьеру да моему у нее очень много цветов комнатных и вот эти вот животные да там мышки живут допустим где-то сделана библиотека мышки все сидят с книжками читают такой читальный зал да вот она приобретает очень много этих вещей они из современного какого-то видимо пластика керамики очень большая коллекция у нее парфюмерии очень есть хорошие дорогие нишевые духи и вот люди спрашивают на какие деньги вы приобретаете это откуда откуда почему она говорит что ну вот чуть ли уже не напрямую спрашивают а сколько ты получаешь сколько ты зарабатываешь но надо сказать к слову о менталитете когда мне задавали вопрос что такое эстонский менталитет но мы люди русскоязычные до которые живем родили живем здесь долгие годы мы уже как-то тоже переняли этот менталитет и у нас не принято задавать вопросы о зарплате о доходах сколько ты там получаешь сколько муж зарабатывает если вы вот такой вопрос получите в лоб но во-первых у нас никто так не спрашивает но если вдруг мало ли кто-то спросит то ну вы наткнетесь наверное на стену такого непонимания недоумения и конечно вы не получите прямого ответа на вопрос скорее всего человек попытается как-то от этого уйти либо отшутиться но конечно никто не будет докладывать вам статью своих доходов расходов потому что ну как бы этому витон до считается ну а вот в интернете люди спрашивают и чувствуется прямо знаете вот завистью людей вот у тебя 300 этих флакончиков а могут один не можем купить да ну так и что каждый живет так как может как умеет как ему нравится смотрю другой канал канал ольги уралочки но тоже такой известный канал попала я на него случайно видимо где-то на каком-то канале пробиркнула видимо в комментариях и я решила пойти посмотреть что же там за такая женщина и вы знаете она мне понравилась она мне понравилась и даже какое-то время я вот просто подсела на ее видео смотрел ее каждый день и подал кстати продолжаю смотреть и мне нравится она готовит готовит очень много готовит с удовольствием у нее хорошая семья и вот ей кстати у нее негативных комментариев не так много но есть и такие где люди прямо оскорбляют и унижают и дают свои советы и обсуждают и семью и его я не знаю я не понимаю явно проскальзывает вот зависть а тебе сколько там и 52 по моему вот точно не знают вот предполагают наверное ему 35 кто-то говорит да нет посмотрите мы все 45 то есть он не настолько моложе а если моложе то ой 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 ничего себе вот у нас вот старый а у нее молодой вот это да и оскорбляют его что и альфоцепонеядец и он тебя ольга бросит и он только того и добивается и ждет когда ты вот он тебя раскармливает для того чтобы ты лопнула жиру а он вот завладел твоей квартирой где там они на урале живут не помню может новосибирск или в иркутске я точно не знаю завладел твоей квартирой а у него на самом деле в таджикистане семья он только вот одного сына уже привез и братьев перевез и скоро он ольгу раскормит что она значит с жиру лопнет и еще и жену свою привезет из таджикистана какое кому дело ну что вы я не знаю я не знаю мне просто нет слов да порадуйтесь если вы пришли смотреть ну посмотрите посмотрите можете ничего не писать просто посмотрите но зачем изрыгать вот эту злость свою какую-то для чего но явно люди завидуют потому что у них все хорошо дружно мирно такая доброжелательная спокойная гостеприимная очень хлебосольная и он и по дому все делает и на даче он работает хорошая семья ну так порадуйтесь за людей что ж вы завистью злобой пышите как странно вообще я вот не знаю зависть это врожденное чувство и приобретенное мне кажется если человек не завидует ничему то он никогда не будет завидовать просто в нем ну априори нет этого чувства но не присутствует хотя скажу правду я тоже завидую я завидую людям которые знают хотя бы один иностранный язык в совершенстве вот как свой родной если бы я владела английским свободно ой какая была счастливая но лень откровенно признаюсь лень матушка мешает мне выучить язык хотя вроде вот когда едешь куда-то до за границу думаешь вот как же не хватает как не хватает мне ну как глухонемой как глухонемой и тогда думаешь ну все вот я приеду как засяду за учебники пойду на пойду на курсы простите и все к следующей поездке я уже буду шпрыхать так что нам не горю каждый раз все опять повторится сначала и еще у меня есть одно к чему я завидую это тем кто играет хотя бы на одном музыкальном инструменте но лучше всего конечно на фортепиано как музыканты говорят на фоно ну вот я занималась чуть-чуть года три всего с пяти лет и потом очень очень жалею что ну вот видите опять же я говорила все всегда обсуждать проговаривать я не говорила родителям что я стесняюсь выступать на концертах а всякие конкурсы концерты проводились можно было ведь сказать это родителям и все меня ну поговорили бы с учительницей зачем мне ходить на эти концерты я бы просто ходила музыкальный класс занималась и закончила бы если уж я так я боялась до ужаса публики я выходила как вот знаете окаменелая просто я ничего не видела ничего не слышала на несгибаемых ногах садилась его любят мне я очень стеснялась очень и мне это конечно помешало а как бы я занималась я очень хотела сама заниматься из пяти лет я родители сама сама сказала родителям что я хочу заниматься мне никто насильно туда не тащил не заставлял вот надо было просто сказать что я стесняюсь и все а я сказал я не буду ходить я не буду летом дети во дворе гоняют в мяч играют в разные игры а я пока вот эти гаммы не освою то значит на улицу не иду я склонен все я не буду не будешь значит не будешь меня никто не заставлял ни к чему не принуждал вот так что во мне чувство тоже есть к сожалению и мне еще не понятно что значит зависть черная или белая и как не назови хоть фиолетовая хоть оранжевая зависть ключевое слово остается зависть она и есть зависть но иногда вот моя моя зависть она не мешает людям жить она никого не оскорбляет она меня вот только как говорится меня мучает да это чувство но не мучает так скажем хотя могу вот я говорю искренне порадоваться вот человек там знает да несколько языков какой молодец это не так что вы очень сидел забрел нет и как раз вот радуюсь молодцы люди молодцы которые добиваются чего-то в жизни вот вот так надеюсь вы меня поняли и потом это чувство она самого человека разрушает она очень разрушает ведь она грызет человека изнутри кто-то машину купил дороже чем у меня у кого-то дом на один этаж выше на кого-то признали а меня не признали ведь знаете чему люди завидуют больше всего и чего люди не прощают знаете они не прощают успеха они не прощают успеха другому человеку это я вам точно говорю а страдает кто от этого больше всего да сам тот кто завидует так что не знаю возможно ли измениться таким людям навряд ли но попытаться можно а сейчас хочу просто другом поговорить ну совсем немножко чуть-чуть не буду долго вас ваше внимание отвлекать невозможно никуда дозвониться куда они позвоню нигде ни в одной организации начинает с центра семейных врачей никто не берет трубку раньше брали еще недавно еще недели неделя не знаю месяц два назад еще брали трубку сейчас вообще глухо никто трубку не берет не отвечает звоню там допустим в какую-то телефонную фирму а сегодня сколько я я просто включила на громкую связь засекла время там смотрела на телефоне 15 минут 15 минут никто не подходил и так не только в этой телефонной и в других тоже организациях ну просто такие все занятые но такие все важные и такие все деловые министра не меньше ни до кого не дозвониться фу на вас сто тысяч раз а вот когда перестану платить когда вы сами позвоните и найдете меня наверное так и придется сделать раз до вас не дозвониться как только перестану денежки вам переводить сразу меня найдете всем смотревшим желаю хорошего настроения радости позитива и научиться радоваться успехом других людей до новых встреч друзья а с вами была я лана карамельная снята без дублей пока